Это Вадим Сороха, это Алексей Ковка. Мы втроем будем развенчивать шесть мифов о бизнесе. Это сегодня. Да, и интересно было бы, что если у вас есть какие-то сомнения какие-то вопросы, мы во время каждого из наших выступлений мы можем развенчивать на примере вашего бизнеса, вашей организации или каких-то ваших интересов, но это будет и вам интересно, и мы применим какую-то свою экспертизу, какие-то знания, какой-то опыт для того, чтобы вы все увидели практическую пользу от того, о чем мы будем сегодня говорить. Одна минута мы начинаем. Да, я добавлю, то есть формат мы специально выбрали, что это не семинар, не обучалка, это еще раз мероприятие, которое нацелено на то, чтобы каждый из нас достигал того, что хочет, предполагаю денег больше заработать для начала, легче, проще. Опять-таки имел мнение не только свое, которое всегда абсолютно справится, но еще и мог получить какое-то мнение дополнительно, которое поможет ему по-другому посмотреть на то, что он делает. Соответственно, чем активнее каждый из нас будет предлагать какие-то свои портфели, свои варианты, о чем будет узнать, тем у нас, я думаю, будет интереснее и веселее. При этом формат, который мы будем проводить это мероприятие, 20 минут мы развечиваем миф, а 10 минут у нас такая перерыва, задавательные вопросы, то есть не надо в процессе 20 минут задавать вопросы, потом лучше докопить, потом можно будет обсудить, говорить и решить вопросы. При этом маленький анонс. Хотелось бы, чтобы такое мероприятие у нас было раз в две недели, поэтому сегодня первое пробное. кто не знает, как переводится в BrainCamp, то у нас есть переводчик с английского Алексея. Ну что, с Богом начинаем? Начинаем. Ну что, тогда я начну. Начинаем. Первая часть, мы тут думали, как ее лучше отзаглавить, и в конце концов, она была названа Света и Твенца стартапов. Потому что, как относительно недавно ко мне пришла одна девушка и сказала, что она вынесла со всех семинаров, по которым она походила, она вынесла, что для того, чтобы стартап начался, заработал, ну а стартапов давайте называть никакие-то там Великая Любовь, в принципе, начинание можно назвать стартапов, ну то есть начало. Вот. Она вынесла, что до всех семинаров говорится одно и то же. Имейте идею, имейте команду и найдите инвестора и проект, можно сказать, у вас в кармане. Знакомая формула. Притом, походил, поспрашивал, в принципе, все согласились, что привязательно в таком формате и на семинарах, на тренингах рассказывать. Алексей как раз придумал хорошее название этим трем пунктам «Святая Троица». Это как бы бизнес-проектно. В чем ошибочность подхода этой «Святой Троицы»? Первое, что мы называем идеей. Чаще всего, общаясь с людьми, которые запускают какой-то свой проект, идея, там, а давайте продавать женские колготки. Это идея или не идея? Блин, да. А? Хорошо. Ну, с точки зрения, что делать, это идея, чем заниматься, но с точки зрения стартапа и привлечения денег, это место будет неинтересно. Хорошо. Да, даже если просто с точки зрения, чем заниматься, почему это мы можем назвать идеей? Ну, на самом деле, что нового? А идея – это только что-то новое? На самом деле, это да. На самом деле… Александр, не поверьте, головы сорвали, у меня одно время была идея продавать женские колготки. Да, сейчас мы это с точки зрения не смеют. Через торговый автомат. Через торговый – это автомат. Заметь, на самом деле, вопрос не идеи продавать, это женские колготки. Ага. Идея, как по-новому, какой канал сбыта может быть. И очень часто путают ни товар, который продавать, ни вопрос продавать, а когда ты можешь придумать, каким образом… То есть, в данном случае, Николай, ну, опять-таки, не был оригинальным, он сказал, у меня направление сбыта – это вендинг, поставлю аппарат и так далее, тому подобное, буду сидеть, просто загружать колготки и все буду покупать. И здесь, как раз-таки, очень часто ошибка заключается в том, что бегают, например, как-то два молодых, молодых человек, молодая девушка, такие, а у нас идея – надо построить американские горки в Беларуси за 27 миллионов долларов. Я говорю, идея в чем? Ну, он говорит, ну, горку надо построить, и все будут кататься, радоваться. Вот, я говорю, я понимаю, освоить 27 миллионов долларов, я это понимаю, хорошая идея. Она мне тоже нравится, возьмите меня к себе, если кто-нибудь… Да, я вам могу. Да, да, да. То есть, знаете, строительную бригаду, которая поможет освоить оставшиеся 18 деньги и построить что-то металлическое, где идея? Поэтому всегда очень важный момент – это посмотрите на визу, научитесь отличать, что, опять-таки, ездил на рынке. Это, я всегда говорю, вот, например, если чего-то надо, как быстро я могу найти то, чего я хочу на рынке? Ну, вот выйду, сейчас вот прямо здесь, покажу, и где оно лежит. Потому что многие приходят там, открой парикмахерскую. Я говорю, идея в тех. Потому что парикмахерскую, если надо, даже в интернете здесь можно найти. Открою автосервис. Я говорю, где идея? Есть вопрос, когда идея в том, чтобы совместить парикмахерскую с автосервисом и сделать… В Америке, на самом деле, несколько лет назад стало очень популярно. Как раз-таки человек взял, совместил идею автосервиса и парикмахерской, женской парикмахерской и сделал автосервис для женщин, куда они приезжают, пока маникюр, педикюр и все остальное, еще и машину сделали. Или наоборот. Притом пользовался такой популярностью, что за один год они были вынуждены открыть еще 44 таких предприятия. Бедные. Ну да, на самом деле в этом была проблема, потому что скорость у роста должна была такая, но на самом деле они были не готовы к этому. Но как-то справились, потому что все-таки, я думаю, в Беларуси им было наслаждение было, но в Америке они когда-то почему-то справились. Поэтому у каждого из вас есть некое свое предприятие, вы чем-то занимаетесь и всегда не стесняйтесь посмотреть на то, что вы делаете, немножко по другим ракурсам. Опять-таки, сейчас новогодняя концепция голубого кивана, создавать новые рынки. И на самом деле вот эта идея, когда вы даже в простую продажу полгодков можете найти что-то новое для воров, для грабителей банков. Ну то есть создайте что-то новое, и это интересно. А не просто я чем-нибудь зайдусь. Второе. Команда. Чаще всего мы ничего не знаем про то, что такое команда. И в этом как раз-таки за сам. Если спросить, что такое команда, то чаще всего дружно тебе ответить, что такое команда. Единомышленники. И я всегда перевожу, ну правильно, ну чаще всего говорят, группа людей, объединенные какой-то на идее. Давайте здесь не будем сидеть, пойдем попьем пиво. Пошли. Ну, есть. Мы уже команда. То есть идея объединила, мы пошли, похудели, нам хорошо. Где там команда, объясните. Группа единомышленников. Ну, группа единомышленников есть. Пиво мы попили, было хорошо. Где команда? Самое интересное, я потом прихожу чаще всего в этом предприятии и вижу группу единомышленников, которая пьет пиво. Там никто не занимается делом, но пиво всегда пьют. По одной простой причине, потому что команда это не совсем то, о чем чаще всего говорят. У команды есть несколько составляющих, которые здорово, если вы знаете, делаете у себя в компании, действительно собираете команду. Кто предложит хорошую, так сказать, кто знает хорошую команду, не будем футбольную брать, а еще хорошую команду, например. Оркестра. Не совсем. Те, что колеса на форму лета меняют. Не совсем. Эйпл. Команда фирма Эйпл. Ну, так, чтобы все знали. Бригады. На самом деле... Там что-нибудь получше, но на самом деле... Я вам покажу, как отличать команду от команды, для того, чтобы вы просто знали, где вас разводят, когда вас приглашают в команду, а где... как раз колеса, когда меняют, на самом деле, они называются, конечно, командой, но на самом деле, я не знаю, есть ли там остальные составляющие. Итак, предлагаю, команда, это передача, что где, когда. Это самый лучший предмет того, что такое команда. Что у нее обязательно есть в команде? Капитан. Обязательно должен быть капитан с дурацким, чаще всего, названием, которое говорят, он лидер. Притом, немножко отвлекусь, мы сегодня про лидерство вообще не говорим, там тоже заблуждение, чаще всего того, кого вы называете лидером, лидером не является. Потому что, опять-таки, кого вы называете лидером? Не Харпайн, но... Тот, кто ведет куда-то людей. Логично. Вот. Поэтому я всегда говорю, что, то есть, есть кто-то, кто лучше всех знает, куда вас надо завести, например, на пиво, например, на пиво самое вкусное, например, группа польских туристов пришла к Ивану Сусанину, Иван Сусанин говорит, я знаю, где самое лучшее пиво в России, пошли тут недалеко, через висок. Самый лучший пример лидера, и чаще всего лидер, вот именно Иван Сусанин, который куда-то ведет, говорит, ну вы собирайтесь, и пошли. Вот. Ну, что есть в передаче «Что, где, когда?» это капитан. А что еще интересного вы наблюдали? Четкое понимание цели, куда они регулировали. Хорошо, это же мы любим, про цель. Хорошо, пускай будет цель для решения задачи. Но что там еще интересного есть? Он все равно, это как свачку, два, один, у него золотой сатваз, то есть. Распределение равенства. Там есть еще, помните, там есть два типа вредней, в котором они сидят, и там «Внимание!» «Вопрос!» «Вопрос!» неформальные неформальные а формальные это по большому счету наш бизнес, он должен быть структурирован, написан, символизирован и так далее и тому подобное. В игре «Что, где, когда?» «Когда они неформальные, когда формальные?» «Когда они неформальные, на рекламную правду». Неформальные, мы говорим процент, когда они достигают, на самом деле когда минута обсуждения они неформальные. Знаете почему? Потому что чаще всего когда мы неформальные, у нас таки крутые идеи, замечали, что все крутые идеи приходят за пивом. Вот вроде бы не было ни одной, и тут поперли идеи. Давайте продадим колботки, были на грабителям, они нападили за доляной, и пошли дальше креатив. Но как только вы загнали их на совещание, которое каждое понедельник должно быть, ни одной светлой мысли. Все сидят такие, скорее будут заткнуться, сволочек. Да, и пойти... Вот у команды есть очень интересная составляющая, вот, она приближается к неформальности, она никогда не может быть формальна, и вот она приближается, вот так вот, никогда команда не может быть до конца неформальна, почему? Когда это неформально. Ну это понятно. Потому что есть всегда один человек, который всегда формален, который следит за игрой, который трезвый, который потом этот вот капитан сказал, что всех развезет, и всех развезло. Ну, соответственно, вопрос заключается в том, что кто-то следит все время для того, чтобы не забывали про цель. Это кто? А потом он берет еще ответственность за это все, когда говорит, отвечать сейчас будет Николай. При этом заметьте, у команды есть нехорошая сторона, потому что если выигрывает, то говорят, выиграла команда Блинова. А если проиграла мне, то чаще всего говорят, ну, и капитан сегодня Блинова Евгения Леонидовна была как-то не в ударе, не могла организовать команду. То есть у команды тоже, почему на самом деле мало кто создает команды, чаще всего пендель получает руководитель, больше всего, и это мало кому нравится. И третье, мое самое любимое, найдите инвестора. То есть кто такой инвестор, чаще всего понимают. Это ходят какие-то идиоты, у которых есть деньги, они не знают, куда их тесно. Да, они вот просто тут выходят, говорят, блин, ну еще, еще, ну еще. И страна, что-то взяты. Ну учиться, да. Они тут собирают команду, попить кива, блин, сидят таким, у меня еще до 200 тысяч, не знаю кому отдать. Пошли, может спросим, лючки, может какой-нибудь стартап есть, возьмите у нас деньги. Ну, и вот самое интересное, чаще всего у инвестора есть вот такой, какой-то дедский взгляд. На самом деле, инвестор, это человек, который заработал сам денег, он понимает, откуда они берутся. Он может быть хорошим наставником, хорошая обратная связь, что происходит. и чего не хватает. То есть, на самом деле, то, чего можно у инвестора было бы хорошего взять, это как раз таки его опыт, чего не надо делать. А мы чаще всего приходим. Просто денег, на самом деле. да, 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 при том, есть умельцы, которые взяли миллион, освоили, самое интересное, все проходят через стадию осваивания денег, освоили, потом надо выполнять обязательства, нечего выполнять обязательства. Те, которые попроворнее, они делают очень хороший фильм, перенимайте, это тоже профессионализм, они приходят к инвестору и просят еще денег. Они говорят, вот миллиона не хватило, вот. Соответственно, было бы здорово, чтобы ты еще добавил денег. Поэтому, есть хороший анекдот, когда Мария Ивановна приходит в школу и говорит, дети, сегодня будем писать сочинение, если бы я нашел миллион, что бы я с ним делал. Дети после Косея все пишут, и только еврейский мальчик Фима поднимает руку, говорит, Мария Ивановна, скажи, пожалуйста, а можно было бы еще добавить 196 тысяч, а то не хватает. Поэтому, всегда, очень важный момент, это между расчетом и вашими эротическими фантазиями. Поэтому, еще раз, миф заключается в том, что надо эти три составляющие напридумывали, туда на включали, насобирали какой-то лидер, должен собрать какую-то непонятную команду, сходить за пивом, кто идет за Клинским, кто-то найдет денег, куда-то притащит. На самом деле, пока вы не оторвете свою недвижимость от стула, не включите актив номер один, который называется мозг, ничего не произойдет. На самом деле, инвестор у вас всегда есть под рукой. Это башка, Можете, да, Игорь, мы с тобой поговорили, ты же уже немножко посмотрел по-другому. Я сам с нуля начинал. Молодец. Вот, мы просто тут недавно с Игорем как раз разговаривали про инвестиции, мы показывали, что миллион долларов, это, конечно, хорошо, это приятно, и до половины ни хрена не делать. Вот, но на самом деле, можно что-нибудь делать, и опять-таки ни хрена не делать. на этом мои 20 минут подошли к концу. Можем опять-таки пить кофе, задавать вопросы или двигаться дальше. Да? А вы могли бы еще раз перечесть по пунктам все-таки как принять стартап и определить, это хорошая команда или нет хорошая? Какие все-таки признаки четко, четвертые? Во-первых, посмотрите того, кого называют лидер. Ну, раз вы все-таки, я просто не дал понятия, кто такой лидер, для того, чтобы понимать, есть там лидер или нет. Чаще всего лидера нету. Если вы заглянете в замечательную книжку от хорошего к великому и построена она вечно, вот две книжки, там, Кулинс, по-моему, Кулинс, правильно, провел исследование, почему они компании в тех же условиях стали хорошими, ну, то есть, зрение акции, ну, получают какие-то там доходы на акцию хорошие, а почему некоторые показали выдающийся результат. И там первая часть это дисциплинированные люди, это руководитель пятого уровня плюс команда, а второе это гений плюс тысячи помощников. Чаще всего можно встретиться структурой гений плюс тысячи помощников, которые говорят у нас команда, но на самом деле он делает все за всех, и думает за всех, остальные просто ему патроны поточек, а он там с пулеметом всех кочек. Так вот, есть у меня пару минут, кто такой лидер, чтобы сказать. Для того, чтобы задать себе вопрос, опять-таки, я про Исус Анина рассказал, что это не лидер, который знает, куда вас везти. Кто такой на самом деле лидер? Я потратил довольно-таки много времени, полазил под книжком и, например, наткнулся на всего, всем вам известного, Иисуса Христа. Лидером был. Ну, вот это значит, кто поспорит. То есть, нечто создало, что там, пускай там две тысячи лет, мы знаем. Но он плохо будет. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что, опять-таки, он кого-то куда-то вел? Нет. Нет. Будда кого-то куда-то вел? Нет. Будда кончил как раз-таки лучше, чем Иисус Христос. Он умер своей смертью и так далее. Поэтому, если кому-то не хочется тот вопрос, возьмите Будду, он умер своей смертью. Хорошо. Но вопрос заключается в следующем. Что делал Иисус Христос, что не делает современный лидер Немти? А вам не кажется, что лидер компании это руководитель? Иисус Христос, это как раз таки по большому счету Будда, Иисус Христос. Ну, еще раз говорю, безлигодной краски это в своей компании. Это человек, который создает некое пространство, создает, вот скажем так. И это пространство, самое интересное, в Библии можете найти, я Альфа, я Омега, я первый и последний. На самом деле американцы провели исследование, которое заключается в следующем. Любая группа людей, вот мы здесь собрались и мы уже разделились следующим образом. 10% здесь лидеров, 10% здесь отверженных, 40% будут стремиться быть лидерами, 40% будут стремиться быть отверженными. Любая. Я был во многих группах, именно так делится. Даже если оставить вот эти 10% лидеров, они сразу разделяются по тому же принципу. Соответственно, когда-то задал себе вопрос, как сделать так, чтобы эти принципы не работали. Так вот, настоящий лидер умеет себя поставить в последнем, в служении. И это не тот горлопан, который кричит вам, куда вам надо идти, а тот, который вам помогает достигать результатов. Чаще всего я прихожу в компанию, в стартап, там куча горлопанов, который знает даже, что умеет делать. Но никто не хочет побочить мне достичь результата. Это самое первое. А потом строят команду, в которой вот ищут помощников, кто пойдет за Клинским, потом ищут команду, кто даст денег и так далее. Я готов. Кто следующий?